Намеченных технических и финансовых показателей компания ПАУТ и Плюс достигла. Генеральный директор Андрей Вагнер особенно подчеркнул, компания в течение нескольких лет работала над повышением эффективности работы тепловых сетей. Работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту генерирующего оборудование на стадии завершения. Большую часть программ выполнили. Тепловые сети – проблема сложная. В тепловых сетях проблем больше. Их было изначально больше. Это и собственное старение оборудования, и технологическая схема с ее меньшей эффективностью работы. В регионе, в Иванове и Кохме, почти год назад Теплюс получила статус единой теплоснабжающей организации. И это нормально, прокомментировал генеральный директор ПАУТ и Плюс, поскольку за тепло, за качество услуги отвечает поставщик. И когда у нас существуют посредники, например, Ивгортепло, которое перепродавало ранее наше тепло, и при этом успешно не платило нам, накопив полтора почти миллиарда долгов, естественно, вызывает наше нежелание в такой системе работать. Сейчас почти целый год схема взаимодействия с Ивгортеплоэнерго другая. Они отвечают за транспортировку ресурса, за что и получают деньги своевременно. Для потребителя удобно, потому что все вопросы, претензии к качеству решаются с одним поставщиком. Мы перешли в ценовую зону. Теперь это позволяет нам использовать любые экономии внутренней инвестиции, чем мы, собственно, и занимаемся на сегодня. Но единственная вещь, которая нас, как ресурсников, сильно беспокоит, и мы хотели бы, чтобы все-таки она как можно скорее нашла отражение, это Ивгортеплоэнерго. Причина в том, что, несмотря на статус ЕТО, между потребителем и ресурсоснабжающей организацией остался все тот же посредник – Ивгортеплоэнерго. Мы точно лучше умеем управлять сетями и синхронно работать от источника до потребителя. Переговоры о создании единого инфраструктурного комплекса с Ивгортеплоэнерго как части его ведутся, однако конкретного решения пока нет. Тогда как руководство ресурсоснабжающей организации уверено, сеть нужна вся от начала и до конца. Чтобы эффективно инвестировать в капитальный ремонт и содержание. В этом году Иваново, кстати, получит дополнительные 400 миллионов на инфраструктуру из фонда реформирования ЖКХ. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Продолжение следует... Продолжение следует...